Вкусно, полезно и сытно. В округе продолжаются проверки качества школьного питания. Напомним, по поручению президента с 1 сентября 2020 года бесплатными горячими завтраками должны быть обеспечены все учащиеся начальных классов. В этот раз глава Люберец вместе с родителями учеников оценил организацию школьного питания в лицее номер 15. Каша-дружба, бутерброд с сыром и кофейный напиток. На перемене за завтраком в лицее номер 15 всегда выстраивается очередь. Горячим питанием здесь обеспечены все ученики начальных классов. Узнать, чем кормят детей, могут и родители. Вся информация есть на сайте лицея. А в рамках проекта «Родительский контроль» можно прийти и оценить на вкус стандартное школьное меню. Если посмотреть на мою тарелку, я думаю, без слов всё понятно. Очень вкусно, и мы очень довольны, что наши дети идут. И мы спокойно можем не кормить дома завтраком, потому что я спокойна, я знаю, что у меня ребёнок придёт и будет сыт. Школьное меню утверждено Роспотребнадзором. По калорийности все блюда соответствуют возрастным потребностям учеников. Для приготовления используются только натуральные продукты. И главное – ничего жареного. Даже омлет или творожную запеканку в школьных столовых готовят на пару. Конечно, дети у нас не совсем приучены к культуре питания. Конечно, если молочная каша, то немножко носиком покривят. Но тем не менее, вы знаете, вот я смотрю, что дети у нас кушают всё практически, всё. Ну, кашка немножко не так, как хотелось бы нам. Во время проверки лицейской столовой глава округа Владимир Ружицкий отметил, в Люберцах школьному питанию уделяется особое внимание. Качественная еда – залог здоровья подрастающего поколения. На сегодняшний день у нас питанием завтраками охвачено более 17 тысяч детишек. По сути, все 100% дети у нас охвачены завтраками. Понятно, что у нас есть и многодетные семьи, и мы многодетные семьи, у нас питание двухразовое, обеды. Понятно, что в своей массе обеды носят некую платную услугу. Что касается завтраков, особенно с первого по четвертый класс, всё это бесплатно. В ходе проверки нарушений в организации горячего питания в Люберецком лицее номер 15 не выявлено.